Восемьдесят лет назад нарком обороны Климент Ворошилов издал приказ о создании изобразительной мастерской самодеятельного красноармейского искусства. Причиной этого решения стала внезапная смерть главного советского художника-баталиста Митрофана Борисовича Грекова. Незадолго до смерти Греков собрал группу одаренных художников, чтобы увековечивать подвиги Красной Армии. После кончины руководителя группа стала распадаться. Советское государство не могло этого допустить. Широкие советские массы должны были знать своих героев. Так родилась студия военных художников имени Грекова. Молодой скульптор студии Евгений Вучетич создал Ворошилову верхом на коне, первую скульптуру студии. Сохранилась маленькая чугунная копия, сделанный из бетона оригинал, разрушился от времени. А это последняя по времени скульптурная композиция студии Грекова, сделанная из бронзы, на века. Ее автор – скульптор Михаил Переиславец. Пропагандой называется заранее спланированное и целенаправленное духовное воздействие на аудиторию. Ее целью является привлечение населения на сторону того, кто ведет пропаганду. По сути, пропаганда – это организация контроля за мышлением и поведением аудитории. И вот однажды такой контроль аудитории стал невыносим, и средства пропаганды подверглись разрушению. Возмущенным массам было абсолютно наплевать на их художественные достоинства. В Москве первым делом снесли памятник Дзержинскому у знаменитого на весь мир здания КГБ на Лубянке. Это была одна из известнейших работ Евгения Вучетича, советского Микеланджело, как называли его искусствоведы. 20 лет он проработал в студии военных художников Грекова. Многое изменилось с тех пор в нашем Отечестве, но неприязнь к слову пропаганда осталась. А на смену старым художникам-монументалистам пришли новые художники с новыми произведениями. Четыре года назад в культурной столице Петербурга художники арт-группа «Война» за 59 секунд нарисовали белой краской на литейном мосту «Фалос». В положенное время мост был разведен, и художественный образ поднялся перед окнами местного управления ФСБ. Масштабное произведение современного искусства так поразило чиновников, что арт-группа «Война» получила государственную премию «Инновация» в области современного искусства. Я не люблю такого рода акции, мне не нравятся. Причем это вообще-то не в категории искусства. Все-таки искусство имеет свои какие-то границы, это уже за грани искусства. Это какая-то декларация такая вот. Я не люблю эти вещи. Михаил Владимирович Переиславец, народный художник России, советский российский скульптор, профессор, работает в студии Грекова с 1976 года. Пришел сюда в 26 лет. Создал более десятка памятников из бронзы, которые сейчас стоят во многих городах России. А в самом начале его творческого пути, в 1969, когда Михаил стал студентом художественного института имени Сурикова, маршал Гречко открыл в Москве новое здание студии имени Грекова – огромный студийный дом. Для старой, обветшавшей Москвы того времени, эта постройка стала символом необыкновенного, небывалого будущего коммунизма. И до сих пор подобных строений нет ни в нашей стране, ни за рубежом. Искусство при советской власти являлось частью пропаганды. А пропаганда была могучая. Ну, местами там, как водится, через край что-то, чересчур. Но это было частью пропаганды. Бывали и какие-то такие декларативные вещи, и такие на соцзаказ, так называемые. Слова «социальный заказ» в то время означали волю ведущей и направляющей силы советского общества, волю коммунистической партии Советского Союза. Центральный комитет КПСС и его политбюро упорно лепили образ нового социалистического общества. Идеология марксизма-ленинизма должна была быть основой массового сознания советского народа и народов социалистического лагеря, состоявшего из 15 стран. Тысячи и тысячи идеологических памятников наполняли города социалистических стран. Бронзовое и каменное извояние символизировало славное боевое прошлое и надежно завоеванное будущее. Это будущее, однако, подготовило для нас весьма неприятный сюрприз. 13 октября 2013 года 26-летний студент Академии искусств установил в Гданьске рядом с памятником легендарному танку Т-34 скульптурную группу, где советский солдат насилует беременную полячку, приставив к ее голове пистолет. Позже дворец сообщил, что это его взгляд на историю, которая, по его мнению, выглядела именно так и никак иначе. Ровно такая же декларация. Были такие вещи на выживках у нас при советской власти, когда вот, если мы говорим о том, что пропаганда. Такие прямо вот истории коммунистической партии Советского Союза в скульптуре. Мне предлагали какую-то вещь делать, когда я молодым был. Я отказался, я говорю, я не могу, некогда там, все. Ну, какую-то такую вот значительную, вот прям, чтобы все было, все-все-все. Вот это одно и то же. Русские с полячкой, что там какие-то... Это нехорошо. В Москве на Фрунзенской набережной с недавних пор обосновался Национальный центр управления обороной Российской Федерации. У входа в это самое секретное здание города разместилась новая скульптурная композиция Михаила Переяславца. Однако подойти и рассмотреть ее вблизи нельзя. Территория строго охраняется. Начальство говорит, надо вот сделать такую-то вещь по 14-му году. Причем, а тут военные историки включаются, значит, ну как война, значит. Они говорят, ну вот там Брусиловский прорыв, перемышли, там какие-то такие значительные моменты. Ну вот начал там что-то рисуночки, двигал, что-то такое. Потом форэскиз, эскиз. То есть уже сама задача была поставлена такая, что, ну все-таки война 14-го года, это нешуточное дело. Как же изобразить это невероятное по масштабу явление – мировую войну? Скульптору Переяславцу предстояло найти несколько художественных образов, в которых могла бы уместиться наша эмоциональная память о мировой катастрофе. Ну я же войны-то не видел. У меня одна вещь есть, называется «Мать и дитя». Она по мотивам фотографии одна. Это измученная, убитая мать. Лежит молодая женщина, окоченевшая уже. И мальчишка стоит, так с шапкой, так смотрит на нее. Вот. Я когда увидел ее, как-то мне захотелось вылепить эту вещь. Она, конечно, такая. Мне говорят, что ж ты такую страшную изобразил. Но это кусок жизни. Вот. Поэтому я так. Когда я мальчишек маленьким еще, меня летом отвозили в деревню. Там был рядом с деревней аэродром вот эти парады воздушные в 50-х годах. Там слава Сталину, слава КПСС, слава СССР. В общем, все эти участники войны, кто выжил, в деревне едешь. Мужиков-то видел этих всех? Один без ног был, без обеих. Другой там без руки. Третий хромал. Все соседи наши. Помню, на Троицу они на пруду собрались. Пьянствовали немножко и купались. И вот этот инвалид, без обеих ног, он протезы снял. И так ковылял. И такая белая фигура у него. Только черная башка и руки черные от загара. А остальное, как сметана. С трудом туда как-то заполз в пруд. И там уже купались. Купались они. На меня это подействовало. Хотя я был там совсем маленький, мальчишка. Подействовало. Вот это зрелище. Рассказывать о работе скульптора и не показать его работу нельзя. Мы попросили разрешения провести эту съемку. И нам, на удивление, быстро разрешили. Вот она. Та самая скульптурная композиция. Во всей своей монументальной выразительности. Там война-то была за веру царя и отечества. Там священник с крестом. Причем такие священники, по-моему, были. Могли переповесывать бой здоров. Такие боевые мужики были. Мощная фигура священника поднялась над бойцами. Его рука пытается прикрыть их. Закрыть от беды. Император на лошади. Как бы на пьедестале. Немного развернут. Лошадь стоит на трех ногах. А четвертая. Эта копыта у нее прямо над пропастью уже. Как будто бы. Такое напряжение возникает, что, во-первых, война не выиграна. Она не выиграна. Такие потери, такие страдания, такие подвиги. Но война не выиграна. И императору предстоит в 17-м году быть замученным. Артиллеристы толкают орудия вперед. Рядом боец с винтовкой. Они с ружьями стоят, с саблями прямо. Вот так же, как дембельские наши вот эти вот. Они тоже так с автоматом. Один в один. Все тоже самое. Вот кульминация композиции. Момент наивысшего эмоционального напряжения. Молоденькая сестра милосердия в отчаянии развела руки. Ничего сделать уже нельзя. Молодой офицер. Совсем мальчик. Ровесник девушки. Все разный народ в разных состояниях. Но все-таки это испытание. Громадное испытание. И надо это вытерпеть. Им же, уверяю, не хочется им быть убитыми. Ну, не хочется. Но надо. И подвиги были удивительные тогда. Когда все вот, жизнь отдана. А вам не обидно, что статуя стоит за оградой? И толком ее никто не увидит. Видите, в чем дело. Когда это все постепенно тоже шло, 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 шло. Я подумал, что там, где эти ступени, там при входе хорошо будут эти фигуры себя чувствовать. А потом выяснилось, что забор этот, ограда. Потом это выяснилось. Но и тут не поймешь, что лучше, что хуже. Потому что там они за забором стоят, слава богу, и стоят себе. А здесь это тут же штыки были бы отломаны. Сабли отломаны, все это было бы. А это очень неприятная история, и за этим не уследишь, к сожалению. Когда скульптура искореженная, и это плохо. Бронза – идеальный материал для городского памятника. Чугуны железа ржавеют. Алюминий со временем рассыпается в пыль. Камень прочнее, но кислотные дожди и выхлопные газы портят его. Бронза вечно. Бронза – дело государства. Для бронзы нужны рабочие и высокой квалификации. Нужны особые заводы. Здесь, в подмосковном городе Жуковском, на знаменитом авиазаводе, отливались скульптуры Михаила Переиславца. Воплощать их – дело государства. Но понимают ли государственные люди, что сохранение памяти предков – это не пропаганда? В феврале 2015 года в Москве прошла почти незамеченная горожанами итоговая выставка художников и скульпторов студии Грекова. Памятники нужны не для возвеличивания проходящейся юминутной политики. Они нужны для потомков. Ради потомков работают художники студии имени Грекова. Горько, что равнодушие к городским памятникам, выработанное десятилетиями тотальной идеологической пропаганды, не позволило большинству москвичей прийти на эту выставку. Ну что ж, значит, время еще не пришло. Ну а бронза будет ждать. Бронза – она вечная.